Дети без присмотра самая уязвимая часть населения. С того момента, как школьников вынужденно отправили на дистанционное обучение и лишили прогулок, заметно возросло количество бытовых детских травм. Степа, покажи, а где у тебя тирекс? Сделайте тирекс, покажи. Вот он тирекс. А черепашка-ниндзя где у тебя? Покажи. А ты любишь играть с черепашкой-ниндзя? Да. Маленький Степа играет и уже не помнит про свою больную руку. Пару дней назад он прищемил палец в дверном проеме. Теперь со своей мамой Еленой лежит в стационаре детской больницы. Нас привезли в республиканскую больницу, где тут же оказали нам первую помощь. Сразу же назначил врач лечения, который мы сейчас проходим здесь в стационаре. В целом, если говорить об условиях, хотелось бы сказать, что действительно здесь очень замечательно. Квалифицированные хорошие врачи, медсестры, внимательный персонал. Здесь мы раньше не были в первый раз. Надеюсь, что, как говорится, в первый и в последний раз пройдем лечение. Испешно у нас выпишут благополучно сыном. Таких, как Степа в отделении травматологии и ортопедии, 15 человек. Все они жертвы домашних травм. В последнее время такие диагнозы приходится ставить все чаще и чаще. Это связано с тем, что дети сейчас находятся на самоизоляции, дома учатся и получают травмы больше дома. Прищемляют пальцы, ударяются головой, падают с сеновалов, это дети из районов. Получают травмы при работе с строительным инструментом, ну и так далее. Дети – это такой контингент, которые хотят веселиться, бегать, поэтому они получают травмы в быту сейчас. Им тоже скучно. Им тоже нужно куда-то девать свою энергию. Травмы у детей не тяжелые, но требуют внимания и стационарного лечения. Частая причина несчастных случаев – недосмотр взрослых. Родителям при наличии вот этого карантина, домашней самоизоляции, надо больше внимания уделять детям, потому что они понимают, что дом в замкнутом пространстве находится, все время 24 часа видит, как-то бывает, как-то на твоем глаз замыливается, и ребенок в какой-то момент попадает без надзора старших. И, соответственно, попадает к нам с различной видной травмой. Если все же травма произошла, незамедлительно вызывайте скорую помощь или обратитесь в травмпункт. Бежал и упал. Там у тебя и сень, да и кушай. Сеньок. В ближайшие дни погода наладится, а значит, всплывет еще одна проблема – открытые окна. Поэтому пока есть время позаботиться об установке специальных фиксирующих устройств. По статистике, от несчастных случаев умирают больше детей, чем от инфекций. Рецепт один – не оставлять детей без присмотра. Юлия Важенина, Республика.